День Города Использоваться интернетом с детства правоведы предлагают разработать свод правил для школьников о профессиях из первых уст. День открытых дверей прошел сразу в нескольких рязанских вузах. Утренний снегопад для Рязани стал очередным стихийным бедствием. Привести в порядок дороги не успели. Как следствие, десятки аварий. Самое крупное произошло на Московском шоссе. Водитель большегруза не справился с управлением и врезался в столб. Вез кирпич, но до места так и не доехал. Алексей не справился с управлением, когда поворачивал с путепровода на Московское шоссе. Итог – разбитая машина. Что, дары посыпать надо? Что, скользко? С моста спускался в сторону города и занесло. В этом ДТП пострадала не от ложка. Машину задело оборвавшимися проводами. Скорая попала в ДТП в Касимовском районе. Авария произошла у поворота на деревню Лощинино. В региональном УМВД уточнили, что пострадавших нет. Уборка снега с дорог в Рязани началась ближе к обеду. В работах, по официальным данным, было задействовано 69 единиц техники – самосвалы, погрузчики, грейдеры, пескоразбрасыватели. Для организации ручной уборки привлечены более 100 работников. На Московском шоссе, где произошла авария с участием большегруза, дорогу тоже привели в порядок. Больше всего повезло в этот день тем, кто решил утром из дома не выезжать. Я еще не пробовал дороги, не выезжал. Ну, со двора смогли выехать, все нормально, да? Как сообщила пресс-служба администрации Рязани, коммунальные службы усилят контроль за уборкой города от снега и наледи. В ночь с 26 на 27 ноября уборка улиц будет продолжена. Подметание и обработка песко-соляной смесью проезжей части дорог общего пользования будет проводиться во всех районах города. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Мусор не спрятать под слоем снега. Во дворе дома номер 60 на улице Железнодорожной контейнеры не вывозят, а мусор разлетается по окрестностям. Коммунальщики то ли не видят проблему, то ли не хотят видеть. В нашу редакцию обратились недовольные жители. В их вопросе разбиралась наша съемочная группа. Скоро Новый год. На деревьях красуются далеко не елочные игрушки, а мусорные пакеты, которые летят во двор прямо из мусорного бака. Вид из окна Владимира Федосеева открывается не самый приятный прямо на этот мусор. Он живет в 60-м доме по улице 1-я Железнодорожная почти 30 лет и признается, таких проблем раньше не было. Все началось примерно три года назад, когда контейнеры, стоящие у нескольких домов, перенесли в одно место. Уже, наверное, два месяца не убирают. Я сейчас все прикрыла, а так тут много мусора. Другие жители тоже не скрывают своего возмущения. Смотрите, не огорожено, ничего. Весь мусор к нам летит в дом. Вот эта помойка железнодорожная, наша октябрьская, а та вот с той стороны, вы посмотрите, какая страсть. Может быть, сейчас снег запорошил, а то ужас один. Владимир Федосеев уже не раз обращался в управляющую компанию. Они в помощи не отказывают. Да какая-то медвежья услуга получается. Они приходят, уберут, через неделю опять мусор. Придут, уберут. Тут их надо загородить, наверное, как вот здесь вот сеткой, правильно? Они же не загорожены, весь мусор. Если бы он загорожен, он туда бы не летел. Наш дом стал заложником этого мусора. Помимо всего прочего, жители опасаются из-за места расположения контейнеров. С одной стороны, котельная, с другой – газ. Насколько безопасно такое соседство – вопрос открытый. Но вот жители хорошо помнят, как однажды помойка горела. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». К новостям политики свой пост покинул глава Министерства физической культуры и спорта Рязанской области Сергей Искрянников. Трудовую деятельность он продолжит в городе Сасово, а также возглавит Совет муниципальных органов управления физической культурой и спортом Рязанской области. Отметим, что накануне по распоряжению губернатора ему присвоили звание почетного работника физической культуры, спорта и туризма нашего региона. Напомним, что источники прочат на освободившуюся должность председателя прошлого созыва Рязанской городской думы Владислава Фролова, который 22 ноября сложил депутатские полномочия. Перестановки произошли и в партии КПРФ. Новый состав избрали на очередной конференции Рязанского отделения. Первым секретарем обкома стал Денис Сидоров. Я думаю, что направление у нас правильное. Здесь сплав и молодости, и ветеранов партии. Думаю, справимся с работой. Наша партия всегда открыта для населения. Мы активно работаем с людьми. Мы их слышим, они нас слышат. Нам сейчас главное не дать принимать антинародные законы, которые принимаются партией власти. И мы все для этого делали, делаем и будем делать. Стоит отметить, что Владимир Федоткин, который возглавлял отделение партии более 20 лет, в этом году взял самоотвод, как он выразился, уступив дорогу молодым. И вошел в состав бюро обкома. В Рязани прошел смарт-бизнес-форум «Умный маркетинг» или «Как удержать клиента в эпоху цифровых технологий». Участниками стали предприниматели, маркетологи и управленцы Рязани. С ними пообщалась Мария Рудая. За главными трендами современного маркетинга познакомились участники смарт-бизнес-форума. Как сделать так, чтобы клиенты покупали больше и чаще? Превратить клиентов в партнеры, использование новейших инструментов автоматизации и лояльности, улучшение сервиса и контроль качества обслуживания персонала на современном уровне? И как сократить расходы на рекламу? Эти и другие вопросы стали основными темами обсуждения. Смарт-бизнес-форум объединяет предпринимателей, которые следят за трендами в бизнесе, которые вовлекаются в свой бизнес и прежде всего любят и ценят своих клиентов. Организатором мероприятия выступила компания Global Intellect Service, которая является разработчиком такого флагманского продукта, как UDS Game. Продукт в прямом смысле слова перевернул мышление и раздвинул рамки. Уникальность UDS Game заключается в широком наборе возможностей для взаимодействия с клиентами, объединенных в одном приложении. При этом продукт рассчитан как на клиентов, так и на предпринимателей. Обычному пользователю данная система открывает возможности иметь все дисконтные карты всех заведений и организаций, которые находятся на площадке. В общем, UDS Game – это комплексное решение для бизнеса, включающее в себя мобильные приложения и инструменты для оптимизации бизнес-процессов. Для предпринимателя это упакованная система лояльности с большим функционалом, с возможностью отцифровки клиентской базы, с обратной связью, с новостными лентами, с куш-уведомлениями, с кэшбэком, с различными другими инструментами, которые можно использовать. Это такие вещи, как KPI. Другая реклама – спрос и предложения и маркетинг-микс. Вот три основных принципа, на которых строится работа продукта. Важно, что при использовании UDS Game выигрывают как пользователи, так и предприниматели. Самый обычный клиент может пользоваться услугами этой платформы, рекомендуете заведения, которые он сам посещает. В эти заведения могут ходить его друзья, друзья, знакомых и так далее. И с каждого их покупок обычному клиенту начисляются баллы, которыми он может расплачиваться. В конечном итоге он может получать товары или услуги совершенно бесплатно или с очень большим дисконтом. Проект является международным. Разработчики уверены, что в будущем агрегатор станет таким же востребованным, как единая платформа Uber. И пользователи смогут получать дисконт, в какой бы стране ни находились. В философию продукта была заложена идея, что обычный пользователь может приехать в любую часть мира, в любой город, предположим, в Бангкок, Сингапур, Малайзию, куда-нибудь, да, и открыв мобильное приложение, посмотреть по карте ближайшие места, где у него, собственно говоря, есть дисконтные карточки. UDS Game пользуются в 60 странах мира. Более 30 тысяч компаний внедрили систему в свой бизнес. В Рязани предприниматели уже оценили уникальные возможности, которые открывает перед ними приложение. В Рязани продукт используется, он набирает уже критическую массу. То есть в Рязани это больше 300 компаний, которые сейчас подключились к этой системе и действуют по ней. Единая дисконтная система UDS Game – это уникальная система лояльности, эффективная система рекомендаций для бизнеса, вся информация в одном приложении и встроенный каталог товаров и услуг. При этом само приложение крайне удобно в использовании. Одним нажатием на экран гаджета можно добавить интересующее предприятие и стать его клиентом. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Объявлен аукцион на строительство участка дороги Шацк-Касимов в обход города Касимова. Это продолжение северного обхода. Максимальная сумма – почти 467 миллионов. Из них более 130 выделили из федерального бюджета. Остальные предоставит область. Напомним, что речь идет о строительстве почти 4 километров дорожного полотна. Кроме основной трассы нужно возвести мост через реку Сасовка длиной более 40 метров, а также путепровод через железную дорогу. Работы планируют завершить летом 2020 года. Правоведы предлагают разработать свод правил поведения в интернете и со школы учить детей информационной культуре, что думают об инициативе представителей рязанских правоохранительных органов и регионального центра защиты от интернет-угроз в сюжете Дины Исляевой. Сборище подростков с употреблением алкоголя. Главный тур называется «Главный список в твоей жизни». Руководитель Рязанского центра защиты от интернет-угроз Владимир Рогов выступил за отмену в Рязани концерта одной из популярных групп. Музыкантов часто обвиняют в пропаганде нездорового образа жизни и ложных ценностей. Поют они песни для взрослых. А возрастное ограничение для концертов организаторы установили 12+, вместо необходимых 18+. Много случаев, когда мне, то есть взрослому мужчине, пишет совсем третиклассник, второклассник, пишет просто благим матом, оскорбительное просто показывает поведение. Но когда я этого третиклассника вижу тет-а-тет, ответ в принципе такой, а что такого, я же написал это в сети интернет. То есть вот именно для этого, я думаю, этот кодекс нужен, чтобы дать понять детям, дать понять подрастающему поколению, да и нам взрослым, как там надо себя вести. Этот кодекс обсуждается уже несколько лет на разных площадках, в том числе в общественной палате. По словам правоведов, вместе с кодексом должна появиться профессия информационный адвокат. Сейчас мало людей, компетентных в информационно-юридических вопросах и много казусов, например, связанных с уголовными делами, залайки и репосты. По словам старшего помощника прокурора по взаимодействию со СМИ Юлией Ромашкиной, ведомство и сейчас работает с информацией. Продажа каких-либо товаров, которые ограничены, скажем так, в обороте, либо вообще запрещены каким-либо способом. Ну что это может быть и водительские права, и дипломы об образовании, аттестаты об образовании, медицинские сертификаты. Ни для кого не секрет, что функцию родительского контроля обойти не составляет труда. Для того, чтобы защитить детей, и нужен кодекс, который бы устанавливал наказание за те или иные незаконные действия в интернете. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Школьники узнали о будущей профессии и правилах поступления в ВУЗ. День открытых дверей прошел в Рязанском государственном радиотехническом университете. Каждый желающий смог задать вопросы деканам и преподавателям, а также увидеть учебные аудитории и оборудование для занятий. Подробности далее. Будущие программисты, разработчики роботов, схемотехники и управленцы. Они собрались в Рязанском государственном радиотехническом университете на дне открытых дверей, чтобы узнать больше о наиболее востребованных профессиях региона. На пяти факультетах ВУЗа уже обучается около 7 тысяч студентов и аспирантов, стать одним из которых мечтают юноши и девушки. У меня тут друзья, знакомые, все сюда ценят. Ну и душа просит идти, говорит, в радиотехнический. С детства уже занималась, собиралась конструктора, и меня как-то привлекало именно создание вот этих систем. Просто уже с детства понимала. В Рязани, мне кажется, это самый престижный ВУЗ, и мне кажется, каждый житель начинает в свою очередь поступить сюда. Хочу стать аниматором или разработчиком игр, потому что это круто для меня. Это будущее. Я бы хотел сюда очень сильно поступить. В 2016 году РГРТУ вошел в топ-100 лучших ВУЗов международного рейтинга высших учебных заведений, который составила Европейская научно-промышленная палата. В этом году высокое качество подготовки подтвердило успешное прохождение ВУЗом аккредитации. В результате экспертизы 35 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки получили свидетельство сроком на 6 лет, в том числе и подготовки бакалавров и специалистов в сфере экономики и управления. А для поступления на технические направления абитуриентам необходимо сдать всего три экзамена – русский язык, физику и профильную математику. Владеть математикой и физикой – это обычное требование именно владеть. Сейчас то, что называют ЕГЭ по математике, на самом деле это фактически письменный экзамен, это близко к тому, чего хочет наш ВУЗ в плане отбора. Акцент при обучении в Рязанском государственном радиотехническом университете делается на формировании навыков, которые помогут в будущей профессии. Для этого в ВУЗе проходят конкурсы технического творчества, конференции и форумы, где студенты могут показать экспертам свои разработки. Также на базе РГРТУ действует энергетический отряд «Потенциал». В этом году он традиционно стал лучшим на Всероссийском фестивале строительных отрядов. Студенты работали в ПАО-центре и Приволжье. Мы помогали работающим там людям. И самое то, что мне понравилось, у всех можно спросить то, что тебя интересует. И потом уже придем в университет, когда преподаватель задает какой-нибудь каверзный вопрос, на него легко ответить. При этом работа в отряде оплачивается и засчитывается как трудовой стаж. Также стоит отметить, что любой студент, поступивший в Рязанский государственный радиотехнический университет, научную форму обучения, может пройти военную подготовку. В учебном военном центре, полноценном аналоге военного училища, а также на базе единственной в Рязани военной кафедры. По окончанию этой подготовки ему также присваивается звание с получением диплома о высшем образовании и лейтенантское звание. И он зачисляется в запас и имеет возможность идти служить на офицерскую должность только по личному желанию. Таким образом, в Рязанском государственном радиотехническом университете можно отдать долг родине уже во время обучения. А перед выпускниками открываются возможности для построения как успешной военной карьеры, так и работы на востребованных гражданских направлениях. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 24 ноября в Рязанском политехническом институте прошел день открытых дверей под лозунгом «Волонтерская институтская суббота». Студенты политеха встречали гостей у центрального входа на веломобилях под звуки музыки, с танцами и песнями. Для гостей мероприятия, будущих абитуриентов и их родителей установили фото зоны, организовали викторины. Что еще происходило, расскажем в следующем сюжете. День открытых дверей в политехе – не просто обзорная экскурсия. Абитуриенты получили реальную возможность прикоснуться к будущей профессии, принять участие в мастер-классах, попробовать свои силы в конкурсах, квестах, викторинах. Можно было выбрать направление по душе и почувствовать себя архитектором-строителем, повелителем автотранспорта, энергетиком-экономистом. В актовом зале не протолкнуться. Ныне школьники, а в будущем абитуриенты пришли вместе с друзьями и родителями, чтобы узнать, в какое будущее открывает перед ними двери Рязанский политех. Мы не стоим на месте и ежегодно открываем новые направления подготовки. Но эти направления подготовки мы открываем по заявкам наших профильных министерств, предприятий, организаций. То есть мы прекрасно понимаем, что надо идти в ногу со временем и готовить специалиста не сегодняшнего, а специалиста завтрашнего дня. В этом году открыли две магистратуры по направлениям архитектура и строительство. Директор политехнического института Игорь Мурок рассказал, что выпускники этих направлений магистратуры уже сейчас востребованы. Также он подчеркнул, что теоретическое обучение в институте неразрывно связано с практикой на предприятиях. Ведь на данный момент уже открыто 14 базовых кафедр, где студенты могут узнать все тонкости своей специальности. Во время обучения каждый студент получает минимум одну рабочую профессию. В 2018 году политех получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам подготовки специалистов среднего звена. Среднее профессиональное образование. Получив такой диплом, можно сразу поступить в политехнический институт. При этом срок получения высшего образования сокращается в два раза. И уже есть много желающих. Недавно узнали, что будет открываться колледж на базе девяти классов. Нас очень заинтересовал, потому что много интересных специальностей, в особенности для мальчика, и самая главная возможность получить высшее образование уже на базе колледжа, дальше возможность учиться. Совместно с Рязанским политехническим институтом в школах города и области организованы и работают инженерные классы. В этом году Игорь Александрович Мурок вышел на нашего директора, Надежды Петровны Виковещевой, и предложил вот такую идею создания инженерного класса именно на базе нашей Ряжской школы номер два. Мы провели опрос между родителями, детьми, соответственно, и, в общем-то, в этом году набрали группу учащихся, их 15 человек, которые решили вот в этом классе поработать. То есть работаем мы дистанционно и очно, и, в общем-то, такая идея пришлась по душе и ребятам, и взрослым. После окончания инженерного класса ученик получает бонусы при поступлении в ВУЗ. Также бонусы можно получить, участвуя в конкурсах, например, в проводимом институтом конкурсе «Мой проект». Победа в конкурсе «Золотая фишка» дает дополнительные баллы к результату ЕГЭ при поступлении в Политехнический институт. ВУЗ готовит востребованных специалистов, подготовленных к работе в современных условиях предприятий и организации региона. Узнать минимальные баллы ЕГЭ для поступления и более подробную информацию о ВУЗе можно на сайте Политехнического института. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Вкусная кухня, уютная атмосфера и персонал всегда готовы помочь разобраться в гастрономических изысках. Все это о кафе «Сандро», которое работает в Рязани около трех лет. Изюминка кафе – блюдо грузинской кухни. Подробности далее. Расслабиться после тяжелого трудового дня, встретиться с друзьями, провести с семьей незабываемый вечер или просто отдохнуть в теплой и приятной атмосфере можно в кафе «Сандро» на улице Праволыбецкой. Вкуснейшие блюда грузинской кухни подойдут как для торжества. Здесь есть банкетный зал на 65 человек, так и для тихого семейного ужина. Шашлык, хинкали, хачапури, кара ягненка – эти блюда с мужским характером непременно понравятся и прекрасной половине человечества. Тем более, что на этом список кулинарных шедевров не заканчивает. В меню кафе «Сандро» присутствуют горячие и холодные закуски. Широкий выбор салатов на любой вкус. Домашний холодец, каши, супы, мясные и рыбные блюда, разнообразные гарниры, соусы, блюда на мангале, выпечка и вкуснейшие десерты. В кафе «Сандро» есть специально разработанное детское меню, так что посетители любого возраста останутся довольны. Вас ждут в самом центре города по адресу улица Праволыбецкая, дом 40. Дорогие гости, приглашаем вас провести в кафе «Сандро» предновогодние вечера в кругу коллег и друзей. Вас ждет увлекательная программа, настоящая грузинская кухня, теплая душевная атмосфера. Ждем вас к нам в гости. Мария Руда и Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А я с вами прощаюсь, хорошего вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 275555. Субтитры создавал DimaTorzok